Привет, меня зовут Олеся Лукьяненко. На этот год у меня было тысяча один планов и все они феерически не сбылись. Привет, меня зовут Настя Лоткина. Мне говорят, что в этом подкасте я умнее, остроумнее, а самое главное красивее, чем в жизни. Привет, меня зовут Настя Рахманина. 2020 год это время мивины и слез. Обоснули. Ну как, это же одни сплошные слезы были для всех абсолютно, для всех, кто работает в индустрии. Ну а мивина это такой вот собирательный образ. Резали бюджеты, экономили деньги, оставались без работы, оставались без зарплаты. Ну вот это вот все собирается в этих двух словах. Так, давайте объясним вообще, что происходит и почему мы вдруг начали делиться своими болями. Это подкаст у меня было, в котором мы обычно разбираемся, как у нас устроена наша киноиндустрия. И в этом выпуске мы решили подвести итоги года. Наши личные итоги и итоги киноиндустрии. Понятное дело, что они будут очень субъективны. И чтобы это получилось максимально честным и откровенно, мы пригласили к нам в соведущие. Нашего редактора, нашего ментора, психолога и очень часто примирителя, Анастасию Рахманину. Настя, в отличие от нас, помнит все факты, все фамилии, все цифры, все даты. Настя еще очень хорошо говорит. Без грамматических ошибок и рандомных падежей, как у нас постоянно проскакивает. Настя нас всегда очень круто готовит, настраивает и отлично шутит, что мы отдельно любим, потому что как же не поражать на подкасте. Настин голос, смех вы могли слышать в других наших подкастах по фону. Мы как настоящий ситком. У нас есть благодарные, классные слушатели, которые смеются и всячески поддерживают нас просто даже смехом. Ну вообще, я только что узнала о себе много нового. Мне очень неловко. Ну изначально мне очень странно находиться по эту сторону микрофона, а не по ту, там в углу на диванчике. Да, и мне кажется, что мы сейчас должны вернуться к теме предыдущего выпуска, к теме завышенных ожиданий. Так, если в прошлом выпуске мы ели, в этом выпуске мы решили перейти все дозволенные рамки границ и бухнуть. Девчонки, давайте подобьем итоги. Мы занялись чем-то новым, чего мы раньше не делали подкасты. Ну для себя однозначно. Никто из нас опыта подкаста не имел до этого. И поскольку это новая территория, многие коллеги меня спрашивают, типа, какие у вас цифры, вообще слушает вас кто-то, если слушает, то кто и сколько этих людей. Давайте поделимся. И по результатам оглашенных цифр мы вот и решим. Открывает нам Просек? Нет, давай откроем сразу. Давайте, пока Олеся открывает, я немножко объясню вообще про ситуацию с цифрами, потому что подкасты — это такая несколько странная территория, в которой все очень сложно с аналитикой. Размещая свой проект на Ютубе или на каких-то там других видеоплатформах или на телеке, вы можете получить, ну, плюс-минус какую-то понятную, адекватную и точную аналитику, да, с какой-то разбивкой, там, кто эти люди, как они вас слушают, откуда и куда переходят. С подкастами проблема в том, что такого вида аналитики нет. Нет какой-то вот единой платформы, на которой бы все эти данные собирались. Ура! Сразу видно, бывалого человека. Девочки, мастерство не пропьешь. Итак, тадам! За первые семь выпусков мы собрали 25 тысяч прослушиваний. Как понять, это много или мало? С чем сравнить? Ну, опять же, сравнить не с чем. Ну, потому что никто свои цифры не публикует, и даже когда публикуются какие-то рейтинги, то обычно просто говорят, этот подкаст там номер один. А сколько у него прослушиваний? Какие-то прослушивания, этого всего нет. Поэтому мы не знаем, много это или мало. Но так, чисто по личным ощущениям, учитывая, что мы абсолютно нишевой подкаст, мне кажется, что это хороший результат. Ну, а что меня в этом результате расстраивает, так это то, что на Ютубе нас слушают больше, чем на платформах для подкастов. А это говорит о том, что аудитория пока что не привыкла слушать подкасты канонично. И наша с вами задача, ну, и наша лично, и вообще, в принципе, всех украинских подкастеров аудиторию немножечко перевоспитывать и приучить все-таки слушать подкасты там, где было задумано, чтобы они слушались. Ну да, постоянно приходят какие-то люди в комментарии, друзья наши, которые говорят, а я на Ютубе, а выложите на Ютубе, а когда же появится на Ютубе? А где видео? Мне больше всего нравится. Мне кажется, что вот 2020 год, лично для меня, это год подкастов. Я должна поблагодарить Настю Лоткина, которая в своё время обратила мой слух на это медиа, на эту индустрию. Почему удобно слушать подкасты? Да, потому что у тебя свободные руки, у тебя свободные глаза. А в наше время онлайна, когда ты постоянно находишься возле компьютера, у тебя бесконечно зумы, встречи, ты много смотришь. Ты настолько уже устал визуально воспринимать информацию, поэтому мне кажется, что аудио — это прям какое-то сейчас спасение сейчас. Дорогие слушатели, те, кто сейчас пытается смотреть нас на Ютубе, я красивее, чем Настя. Поверьте на слово. И обязательно переключайтесь на площадки для подкастов, и вы поймёте, насколько это здорово. Я считаю, что мы молодцы. Почему бы за это и не поднять бокал шампанского? Я тоже хочу, Олеся, поблагодарить тебя, что ты придумала делать подкаст, пригласила меня. Мы, правда, с Олесей успели, ещё не дав ни одного концерта, распасться пару раз, придумывая. Но как-то всё равно всё классно получилось. Пришла Настя, она вообще нас как-то дисциплинировала, объединила, уравновесила, и это здорово. Если я спрошу, вот почему вы решили этим заняться? Могу я себе рассказать? Потому что для меня, конечно, это был какой-то прыжок из дона комфорта. Я сидела на мягком диване, на карантине, у меня было очень хорошо. Вся семья рядом, у каждого есть по комнате, мы друг друга не напрягали. И когда Олеся предложила делать подкаст, для меня это сразу как для интроверта, и хронического затворника, который может час в день поболтать, пошутить, а потом опять нужно спрятаться в нору. У нас сегодня просто выпуск срыва покровов. Я не узнала, что ты интроверт, оказывается. Высокофункциональный интроверт, мне кажется, это называется. Но я прежде всего увидела в этом возможность удовлетворить свою потребность в общении с профессионалами. Потому что я очень давно сижу на всяческих ток-шоу, начиная ещё с Дуни Смирновой и Татьяны Толстой, которые вели 100 лет назад в школу злословия. И мне всегда не хватало людей, которые классно говорят, и особенно классно говорят о профессии, о деле, которые они знают, или деле, в котором они талантливы. Мне кажется, мы в самом начале пути, и несмотря на то, что у нас накопилась какая-то усталость немножечко, мы выгораем от ночных монтажей, и у нас есть основная работа, а нам нужно готовиться, уговаривать и кружить этих гостей, потом это всё монтировать. Покупать им пиццу. Покупать им пиццу, воду, искать студии. Я всё-таки ждала всегда, что этот подкаст будет давать мне ресурса больше, чем забирать. И так и есть. Ну, у меня прям такой ещё корыстный интерес, потому что хочется знакомиться с новыми молодыми и не очень талантами и переманивать как-то их к себе. Настя, а ты-то что? Чего ты с нами мутишься? Ну, во-первых, я с вами не мутиюсь. Во-вторых, это то, о чём мы уже писали, когда описывали, собственно, суть подкаста на нашем сайте. Это не секрет, что я очень давно хотела, чтобы у нашего издания был подкаст ещё со времён медианяний, но просто как-то всё, то руки не доходили, то идеи казалось недостаточно докрученные, недостаточно рабочие, то ресурсов каких-то не хватало. И поэтому, когда вы пришли с этой идеей, я прям как-то сразу в неё поверила, потому что мне, в принципе, кажется, что вот эта концепция, когда есть подкаст, посвящённый какой-то теме или какому-то процессу, ну, в данном случае украинской киноиндустрии, и если его ведущие, а не сами в этом процессе, то это всегда работает намного лучше и выводит дискуссию на какой-то качественно новый уровень. Я хочу ещё поделиться вот такой мыслью, что со мной так точно произошёл эффект Даннинга-Крюгера. Знаете, что это такое? И это когда человек начинает заниматься новым делом, ему кажется, что, блин, так это легко, так я это могу, я это умею. А потом вот этот график, он представляет собой мисочку такую. Начинает самооценка, когда ты занимаешься делом, всё больше и больше скатываться в преисподнюю, на самое дно. Ну, ты понимаешь, кошмар, я ничего в этом не понимаю, я плохо, что я здесь делаю, надо бежать. И потом постепенно, чем больше ты получаешь опыта, практики, практики, ты начинаешь выруливать опять по этой мисочке наверх. И твои компетенции реально подтверждаются уже там опытом, а не только ошибочным самомнением в начале. И вот, мне кажется, где-то несколько выпусков назад мы реально были на дне. Ну, я лично реально была на дне. Кто из спикеров тебя загнал на это дно? Куда я влезла? Я не умею говорить, я заикаюсь. У меня столько мусора в речи. Ну, это же невозможно. Это как, знаете, наш союзник, это Настя Рахманина и монтаж. Мне кажется, мы как-то начинаем выгребать, сама оценка начинает расти, ты понимаешь, что это всё не напрасно, что действительно классные темы затрагиваются. Приходят люди в комментарии, которые, ну, в личку, которые благодарят и говорят, классная тема, классный разговор, вы молодцы. Приходят люди, которые критикуют. Мы отдельно, наверное, поговорим немного о критике, за что нас критикуют. Ну, главное, я напрашиваюсь на фидбэк и на реакцию аудитории, что, конечно, если это важно не только нам троим, если вам это нужно тоже, дорогие слушатели, друзья, коллеги, посылите нам какой-то сигнал, дайте нам знак, поставьте нам где-нибудь звёздочку, напишите комментарий. В общем, потому что, ну, как-то важно знать, что мы делаем полезное дело. Да, и что вам это интересно, что это не проходит мимо. И расскажите своим коллегам, друзьям, потому что классно создавать сообщество. Потому что, ну, мы как раз сейчас на таком этапе, когда мы думаем, продолжает нам или не продолжать, да, потому что мы понимаем, как много ресурсов идёт на подготовку, на создание. Как оказалось. Как оказалось, да. И плюс мы понимаем, что мы сейчас как бы проигрываем борьбу с коронавирусом, потому что многие гости болеют, и не все к нам доходят, и каждый раз становится всё сложнее это организовывать. И поэтому мы сейчас вот как раз дошли до такой поворотной точки, да, когда мы, наверное, поймём, будем ли мы продолжать, либо сейчас подобьём итоги. А вы уже сказали, что это последний выпуск сезона? Нет, мы не сказали, потому что мы, ну, мы, наверное, до конца сами не решили, да. То есть мы думаем, что, наверное, это будет последний выпуск сезона, но есть у нас... Клиффхенгер. Клиффхенгер. Кук. В общем, мы думаем, поэтому, да, пошлите нам знак, чтобы мы как-то понимали, на что нам настраиваться надо. Что мы в этой вселенной не одни. А про критику поговорим? А, про критику... Так, Настя, ты знаешь имена этих людей, кто нас критикует? Нас критикуют от коллег до даже родственников моих, что мы всех сильно любим и поливаем сиропом. Это я цитирую мою любимую тётю. Что мы мало мочим, мало прямо выводим человека из зоны комфорта. Что он сидит такой в тёплой ванне, мы его хвалимся. Ну, я не знаю, просто... Мы просто боимся, что, ну, они расскажут своим коллегам, и больше к нам никто не придёт. Нет, а я не боюсь. У меня реально... Настя, ну ты больше всех хвалишь. Я больше всех хвалю. Потому что у меня реально это первый... Это вот первый сезон, это какой-то сезон моих личных рок-звёзд. Я не вижу даже для себя... Ну, я же не журналистка, я не ведущая программы «Хард Ток». Ну, у меня даже нет интереса у человека найти какую-то говняшку в его работе и ткнуть его туда носом. То есть просто эти люди все сделали столько классного для индустрии, что, ну, правда, незачем. Это должны, наверное, какие-то отдельные эти... Отличная идея для второго сезона, сезон хейта. Первым мы всех хвалили, поливали сиропом, во втором всех начнём мочить. Ну, не так-то просто существовать в нашей индустрии, вообще что-то делать. И когда мы сами здесь, мы понимаем, что каждый новый проект, каждый какой-то новый шаг, новое нестандартное решение, оно очень сложно даётся. Ну вот когда на ранних этапах мы обсуждали, на что это должно быть похоже, не на академическое интервью, но мне всегда казалось, что это должно похоже на дружескую встречу где-то в баре, где мы встретились с человеком из индустрии, и нам интересно с ним поговорить. Ну, на самом деле так и есть, потому что вот эта интонация, она продиктована самим форматом медиа, да, которое мы делаем. Ну, то есть что предполагает подкаст? Он предполагает, в первую очередь, искренность. Да, и если вам реально нравятся эти люди, то почему вы должны из себя выдавливать и придумывать, за что бы их сейчас поругать и где бы их там сейчас мочкануть? Ну, зачем это делать? У нас всё абсолютно честно. Ты вот сама сказала в прошлом выпуске, что подкаст — это самые искренние медиа. И вот мы, собственно, своей интонацией это и доказываем, ну, своей интонацией по отношению к гостям. Ну, и нам ещё работать здесь. Как мы можем хейтить своих коллег? Ну, у нас есть как раз возможность как раз изменить вот эту вот сладость нашего подкаста, да, придать ему некое, возможно, горечь, не знаю, иронии или сарказма, потому что мы собрались здесь, чтобы обсудить вот что произошло у нас в нашей индустрии за этот год. Поделиться нашим каким-то личным мнением. И здесь будут субъективные оценки, и, возможно, они не будут такими уже сахарными и прекрасными. С чего начнём? Про что поговорим? Я думала, что мы с личного, с личных впечатлений начнём. Хорошо. Что мы всё о себе да о себе. Давайте ещё раз о себе. Мне кажется, что этот год, наверное, это началось в прошлом году, а в этом уже как-то волна достигла какого-то такого пика. Прямо попёрли хорошие, нестандартные, нетипичные сериалы, финансируемые Министерством культуры. Как-то вот как раз этот год доказал, что эта система работает. Эти сериалы разные, они классные, они неплохо сделаны, они хорошо собирают. И это прямо какое-то достижение этого года. Потому что с фильмами чуть раньше, наверное, началось, что стали появляться хорошие фильмы, финансируемые государством нашим. А вот тут пришло время сериалов, и я прям как-то очень довольна вот этой палитрой сериалов, которые мы сейчас можем назвать и обсудить, которые прямо хочется похвалить и государство, и производители этих сериалов. Мне тоже кажется, что это прям такие очень качественные изменения, которые произошли у нас на разных телеканалах, потому что эта схема, она подтвердила, во-первых, телеканалы смогли рискнуть и сделать что-то не про собачку и не про женские слёзы, подойти к новой теме, к новому способу рассказа истории. И плюс прекрасно зазвучал украинский язык с экранов. На наших экранах это прям, ну, меня безумно радует. И первой ласточкой стали кайдаши. Мне кажется, они первыми из вот этих обойм сериалов, которые профинансированы частично Министерством культуры Украины, были кайдаши, которые вышли на экраны где-то в марте. И вот они так сильно подняли планку, что теперь любой следующий сериал так или иначе сравнивают с кайдашами. И говорят, ну, не так хорошо, как кайдаши. Там сложилась история, сложился кастинг, да, как-то сложился способ показа этой реальности. И он каким-то удивительным способом попал в аудиторию. Он абсолютно точно срезонировал. Спасибо Наталье Ворожбит за это и режиссёру, потому что это классная работа, которая собрала хорошие цифры и проковыряла дырочку возможностей для всех остальных. Ну и прежде всего спасибо за язык в этом сериале, потому что это действительно первый сериал, в котором украинский язык зазвучал на 500 тысяч миллионов процентов, естественно. Напиши, как люди говорят. Вот это вот абсолютно оно было, что так, как говорят люди. Google опубликовала топ результатов, что чаще всего запрашивается в Украине, какие фильмы, какие сериалы, да. И это прям удивительно, что два украинских сериала и один украинский фильм вошёл в топ. Из украинских сериалов это Кайдаши и Полотно Оксаны Байрак. Ничто не случается дважды. Правда, это русскоязычный сериал. А из украинских фильмов это Скажи на Василия 2. А Крепостной не было в украинском топе? Нет, в этом году не было, в прошлом году была. Я просто знаю, что в русскоязычном топе Крепостная есть. Ну, просто не было же Крепостной показов в этом году. А люди же, как это всё устроено? Как только сериал начинает активно промотироваться, даже ещё не вышел в эфир, начинает промотироваться, люди начинают активно гуглить. Как только сериал вышел в эфир, всё, ну, если он там плюс-минус интересен аудитории, всё, топ запросов Гугла, и дальше уже зависит от длины сериала. Ну, то есть, если сериал длинный, то будут гуглить на протяжении всего показа. Если короткий, то там недельку погуглить. Я хотела сказать, что это как раз в этом году просто намного ярче проявилась эта тенденция, но началась-то она реально намного раньше, и мне кажется, что здесь ключевое, ну, в этом всём то, что каналы и производители начали экспериментировать. Для каждого из них эта степень эксперимента своя. Да, то есть кто-то просто чуть-чуть поменял жанр, а кто-то там начал осваивать новую тему, а кто-то прям добавил запрещенку по полной, а кто-то там ввёл нового героя, а кто-то просто дал больше денег. Ну, то есть, да, у каждого вот эта степень эксперимента своя, но там кто-то пошёл в диджитал, да, но каждый вот этим своим личным экспериментом расширил какие-то общие рамки индустрии, и за счёт вот этого расширения получилось всё то, о чём ты сказала. Расковырял дырочку возможностей до форточки возможностей. Ну, такую же ненормальную дырочку на самом деле. Если говорить о такой качественной трансформации украинских сериалов, да, мне кажется, нужно тогда отметить и предшественников. Прародители, прародители. Кто прародители, кто эти сериалы? У меня есть версия, у меня есть версия, что это первый нуар, сериал «Прятки», и это сериал «Первые ласточки». Привет, Олеся Лукьяненко, Симар Глайсенко, Ира Громозда, и Сергей Крючко, и Виктор Мирский, и Андрей Резванёк. И это сериал «Первые ласточки». Привет, Валик Шпаков и Евгений Туник. Мы тоже с Лесей как-то это обсуждали и собирались делать отдельный подкаст, посвящённый этим трём сериалам, которые вот как раз ту дырочку возможностей и проковыряли. Потому что у этих сериалов разная схема как бы финансирования и разная схема того, кто в них поверил и кто на них дал денег. Потому что если говорить о прятках, то в этот сериал поверил Виктор Мирский и вложил студийные деньги под свои риски студии фильм Юэй. В результате этот фильм распродан в массу стран. В сериал «Первые ласточки» в них поверило руководство канала. Понимая, что для нового это жестковато, это придётся ставить поздно, потому что детям такое нельзя показывать. Что это как бы и риски, и более высокий бюджет. И вообще не ложится в концепцию канала. И вообще не ложится в концепцию канала, но это абсолютно бренда, образующий и развивающий лояльность к каналу, контент, за который эти подросшие дети будут очень благодарны и верны каналу. И вот третий вариант, это когда в классную идею поверило государство, и сериалу с пиматой Кайдаша выделили финансирование. Он вышел на канале СТБ. Наверное, мне так кажется, я где-то считаю, что были заниженные ожидания по поводу рейтингов, но он прошёл очень хорошо. Точно так же, как хорошо прошли прятки на СТВ и тоже нетипичный контент для этого канала. И точно так же, как хорошо прошли «Ласточки» на новом. Ну и потом же ещё добрали в сети. Ну как минимум, «Ласточки» так точно. Они же там рвали просто все показатели на Ютубе. А ещё и учитывая, что у них была вот эта социальная кампания, то есть это ещё какие-то там месседжи, которые распространялись в Фейсбуке ещё где-то, где-то, где-то. Если всё это вместе собрать, то там же вообще какие-то бешеные охваты. Относительно пряток, могу сказать, что вот мне показалось, что в Украине не было такого сарафана, как, например, были у тех же первых «Ласточек» и были у «Кайдашей». Возможно, я думаю, это связано с тем, что это русскоязычный сериал. И «Ласточки», и «Кайдаши», они украиноязычные, и они как-то воспринимались как свои здесь в Украине. «Прятки», мне кажется, он воспринимался как какой-то такой зарубежный сериал. Мне кажется, его популярность даже была больше международная, чем здесь украинская, несмотря на то, что это были очень хорошие цифры. Да, канал же доволен остался. Канал доволен. И был повтор в этом году, и тоже были приличные цифры. То есть он абсолютно лёг в концепцию ICTV, и ICTV как-то нашло правильную для него нишу. И если говорить о международной индустрии сериального производства, что первый был такой бренд, это «Ньюхач», по которому знали Украину. Сейчас это второй бренд «Прятки». И в этом плане, ну это такой большой на самом деле успех, хотя не этого года, прошлого, но можно выпить и в этом году. Давайте теперь отметим, кто какие сериалы запомнил, какие-то вот нестандартные, новые, украиноязычные. Хочу отметить и будут люты, потому что, ну это здорово. Исторический контекст, что он рассказывает о важных событиях, что это всё, блин, очень сложно, дорого, с точки зрения продакшена. Где найти натуру, где найти эти хаты, как их все ходить, наполнить это материальным миром достоверным. Я понимаю, как это сложно, что бюджет, конечно же, ну для такого размаха, бюджет всё равно скромный. Отдельное спасибо за большое количество классных украинских актёров, которые стали там заметны. Они раньше ходили на кастинги, но их... Не замечали, не замечали. Скажут, снова сахар добавляет в этот чай. Не, ну стоит отметить, для того, чтобы как-то уравновесить этот сахар, стоит отметить, что на канале Украина вышел похожий сериал, сага, который тоже стоит похвалить за все те же... За все те же компоненты. Да, который разабатывался там что-то 10 лет, 8 лет, что-то такое. Скажу про и будут люты. У нас съёмочный период перешёлся на прошлый год. В этом году, во время карантина, у нас была как раз активная стадия постпродакшена. И в этом году была премьера. И вот если говорить о каких-то самых сильных впечатлений, то для меня это, это когда мы снова собрались с группой и смотрели наши первые серии в каком-то кафе, праздновали премьеру. И это был такой кайфовый момент. Мне очень везёт, не знаю, на группы, на режиссёров, на окружении. Это была одна из самых душевных команд, которые сложились у меня. И думаю, что это во многом благодаря Аркадию Петалюку, режиссёру, который дал это настроение. Скажу честно, мы думали, что «И будут люди» должен стать хитом. Ну, мы этого хотели, мы вкладывали туда. Нельзя сказать, что он выстрелил. И я думаю, что он не нашёл своего телезрителя. И, возможно, даже, может быть, он не нашёл своего зрителя именно на телеканале СТБ в этот момент. Но удивительно, что сериал нашёл свою аудиторию в интернете. Оказывается, что, ну, есть уже зритель, который принимает сериалы не только через телевизор и через телевидение. Я тебе скажу по секрету, они давно есть, их много, и даже в Украине. Вот. И этот зритель начал смотреть украинский контент. Я хочу отметить, я так понимаю, что я тут самая большая фанатка. Возможно, потому что я наиболее яркий представитель, по крайней мере, по возрасту этой группы сентиментальных женщин под 40. В общем, меня очень порадовал сериал «Казаки» и непосредственно эти красивые, раздетые герои в этом сериале. Вот. Мне показалось, что это тоже был такой глоток свежего воздуха. Мне кажется, это качественно сделанный сериал. Да. И это очень сильно порадовало. Это хорошая картинка, это красиво одетый персонаж, это хороший ритм сериала, хорошая ирония. И плюс мне очень симпатичен был подход такой взять эстетику комикса и приложить на наше казачество. Мне немножечко не хватило историй. Показалось, что настолько классные, красивые, интересные персонажи, но они как-то вот не развиваются дальше. Но просто для женского глаза на мужском канале, кстати, на мужском канале это было очень хорошо. И мне прям тоже хотелось бы отметить и похвалить ICTV за такой эксперимент. Видно, что это с большой отдачей и с как бы с большим сердцем и душой с большой любовью к предмету. Это вот всегда видно, когда это делается с любовью. Ну я бы тут хотела бы тоже слиться с тобой в экстазе, потому что я абсолютно вот ровно всё то же самое, о чём ты сейчас сказала. Я всё-всё тоже чувствовала, когда его смотрела. Но мне вот самым крутым в этом сериале кажется то, что создатели этого сериала обратились к теме казачества вот именно в таком ракурсе. Да, потому что обычно у нас как? Это либо что-то историческое, и это всегда туго, журба, слёзы, беспросветная какая-то печаль, да, либо это какой-то зубодробительный пафос, через который вообще ни один зритель, даже заинтересованный в предмете, не может прорваться. А здесь это вот стилистика, очень-очень классное было сравнение с пиратами Карибского моря, мне кажется, что для ребят, почему их ребятами называю, их не знаю даже лично. Мы сделаем второй сезон и со всеми познакомимся. Для создателей, мне кажется, это было референсом, потому что там в некоторых сценах прямо чётко угадывается референс, откуда вот этот трюк, а откуда вот эта мимика главного персонажа. И мне кажется, что это просто идеальное попадание, если брать антураж, стилистику и тему, вот это объединение стилистики и темы, это идеальный, казачество, это идеальный антураж для авантюрной комедии. И очень странно, что вообще этого не сделали раньше, потому что вроде бы идея лежала на поверхности, но никто как-то вот до этого почему-то не додумался, и очень круто, что додумались сейчас. Были отзывы такие, что как же так, у вас всё неправда здесь. Но я на самом деле надеюсь, что основная часть зрителей всё-таки поняла, что это абсолютно выдуманная история просто в каких-то там очень условных исторических декорациях то ли 17-й, то ли 16-й век, и что этот сериал спровоцирует зрителей начать гуглить, что было на самом деле, что было в этом историческом периоде, какие на самом деле были отношения у Сичи с царём. И это вообще очень классный пример того, как должно работать промо, национальные идеи, национальные культуры, национальные истории, когда ты делаешь очень легко, очень весело, с отличными украиноязычными шутками. Ну, там вот просто ты берёшь, выписываешь вот эти словечки, да, которые, ну, я вам очень много из них просто впервые услышала, и как они классно были вписаны в контекст. Ну, просто вот вкусный язык, очень приятно было слушать. И вот это всё легко, без шароварщины при этом, да, ну, как-то там вот затягивает в эту историю классные персонажи, классные вот отдельно мужчины, да, для женщин, которым не хватало. Женщины там очень красивые тоже. Для мужчин, которым не хватало женщин. Женщины, то есть всё для всех есть. Вот так это должно работать. И вот это как раз та история, когда деньги выделены на патриотический сериал, они выделены вот стопроцентно туда, куда надо и сработали так, как надо. И прекрасные цифры. Что ещё из классных сериалов? Ну, ЗНО мы обсудили. Сексинстайз, ЗНО. Мы, да, мы обсудили. Да, но мы же тоже как бы вносим их вот в этот список. Безусловно. Это, безусловно, победа, достижения. Одна из самых больших заслуг этого сериала это то, что они попробовали сделать что-то другое. И в этом плане это очень интересный эксперимент, да. Кому-то он зашёл, кому-то он не зашёл, да. Но это, как всегда, происходит с экспериментами. Он состоялся, и в любом случае это уже какой-то некий этап. Ну, стоит вспомнить, что сексинстаз, ЗНО — это финансовые риски канала. Ну, они первые рискнули это сделать. Да, то есть, продавать сериал на платформе за деньги украинскому зрителю, который в массе своей не приучен платить. И это, мне кажется, тоже отдельно стоит отметить. Это круто. Давайте ещё об одном сериале, который тоже существует вот по этой бизнес-модели, где нет участия государством. И мы с Настей успели посмотреть первую серию. Мы говорим о сериале «Первые ласточки 2». Я думаю, что наш подкаст выйдет, когда уже состоялась премьера этого сериала, да. Но мы сейчас делимся первыми впечатлениями, потому что мы стали теми счастливчиками, которыми по плато досталась эта ссылочка, да. И мы с Настей договорились о завтраке. Здесь у нас на территории в ресторане «Тарелка». И Настя приходит и говорит, знаешь, я вот только сейчас поняла, что оказывается ссылка, которую передали для просмотра первых ласточек, она имеет свой временной дедлайн. Говорит, вот у нас есть там полтора часа и всё, исчезает золушка, превращается. И значит, это было утро, где-то часов 11, ещё не так много людей в нашем кафе. И мы с Настей сели, открыли её ноутбук и начали смотреть. И это было так по-домашнему, это было так атмосферно. Какие-то люди заходили, спрашивали, что мы делали, и абсолютно нам завидовали. А сериал-то чё? Классный, лучше первого. Я жажду подробностей. Я-то не видела. Дети офигеют, которые ждут этот сериал с прошлого года. они просто офигеют от свободы этого сериала. Это сериал антология, как предупредили создатели. Как, например, делаются сериалы американской истории преступлений. И другие сериалы антологии. Да, каждый сезон новая история. Но их фишка ещё в том, что они берут тех же актёров, история совершенно другая, есть какая-то цельность вселенной первого сезона и второго, и первая серия очень многообещающая, интригующая, актёры потрясающие, такие же, как в первом сезоне. Ласточки многих открыли, да, молодых, классных, перспективных, но был такой небольшой страх, что вдруг это вот так повезло, так совпало, что актёр вот сжился с образом и был именно в этом образе очень гармоничен, и не будет ли так, что ему сейчас дадут другой образ, а он будет, окажется не таким многообещающим, как казался в первом сезоне. Тех, кого вот радикально, кому поменяли образ, потрясающие. Ура! Вот Таисия с двойным именем, девочка с двойным именем. Оксана Таисия. Очень классная, хотя какой-то это был не мой герой в первом сезоне. А тут ей прям всё идёт. Дивизоров в роли какого-то ирландского наркомана-гопника потрясающего. Очень классный. Виктория Литвиненко. Виктория Литвиненко. Перевоплощение. Я думаю, если там поклонники и поклонницы первого сезона, может быть, им это не хватало этого красивого образа Вики, такой женщины-вамп, какой она может быть, она там всё-таки была такой серой-серой мышкой, детективом, то здесь всё переиграли, и она прям такая женщина-кошка в лаппице. Она горячая такая. При этом мне очень нравится, как ребята работают, я бы назвала это какое-то выстраивание звёзд, выстраивание образов, как они одевают персонажа, какие фотосессии каждому устраивает. И мне кажется, что «Первые ласточки» это как раз тот сериал, где мы получили вот этих первых наших, ну не первых, но вот по-настоящему стали звёзды и популярные актёры. Четыре года назад, наверное, мы думали, блин, нет актёров, нет героев. Было ощущение, постоянно в десяти актёров. А сейчас, как круто, работает импортозамещение, когда актёры должны говорить на украинском языке, не надо никого искать где-то за границей. И вот эти все замечательные актёры, которые, наверное, раньше не могли найти себя, не могли поверить в себя. И мне кажется, что вообще даже профессия кастинг-директора она сейчас одна из самых востребованных на рынке. И вот так мы нативненько подошли к нашей интеграции, о чём мы с большим удовольствием хотим рассказать. Раньше кастинг был каким-то хаосом и катастрофой. Вот, например, есть у нас какой-то проект, есть сценарий, и вот надо провести кастинг. Отдельно существует какой-то список персонажей, отдельно существует документ, куда кастинг-директор вписывает свои предложения. Отдельно где-то в письмах тонут комментарии к этим предложениям. Потом начинают актёры присылать самопробы. У кого-то на Ютубе, у кого-то на Вимео, у кого-то на Фэкс.Юэй. Кто-то просто бросил в личку снятое видео, и это всё собрать в кучу невозможно, систематизировать невозможно. Все носятся с этими жёсткими дисками. Это всё нужно куда-то перекопировать, систематизировать. Это отдельное болото, а потом эти жёсткие диски теряются, информация на них гибнет, её нужно восстанавливать, и кастинг был всегда, каким-то, было ощущение, что ты тонешь в океане. И вот к нам на помощь пришёл классный украинский стартап, ресурс, который вы можете найти по ссылке в описании выпуска casting.video. Стартап, который был разработан у нас на киностудии Film.ua. И мне кажется, это прям хороший лайфхак, хороший инструмент, помощь всем кастинг-директорам и всем, кто занимается кастингом. В этом году у нас было прям много кастингов, и в этом году мы испытали это приложение, этот ресурс на себе, и это просто потрясающе. Всё, что тебе нужно для кастинга, существует в одном месте, систематизировано, разбито и даёт классные возможности для того, чтобы кастинг был каким-то упорядоченным, линейным, спокойным процессом. Очень простые инструменты. Вы заходите на этот ресурс кастинг-видео, регистрируетесь, и вы можете либо создать свою актёрскую базу, что тоже делать очень просто, а вторая — это возможность создать свой проект. Например, мы ищем актёров для нового фильма «Агент 007». Ты можешь загрузить, создать список всех персонажей, которых нужно найти. И как бы в папочке каждого персонажа есть описание этого персонажа, там можно прикрепить текст проб необходимых, и сразу список актёров, от которых мы ждём, например, своих самопроб, или которые будут приглашены на пробы в студию. И, например, подраздел Джеймс Бонд. И там у нас Стрельников, Цимбалюк, Слава Доженко, и Саенко. Эти люди пришли на пробы или прислали свои самопробы, их очень легко интегрировать и подгрузить к каждому актёру. Вот, например, Настя, креативный продюсер, создала такой проект. Да. Свой идеальный список Джеймса Бондов и хочет прислать мне, допустим, режиссёру, чтобы я это посмотрела. Она мне открывает доступ. Я смотрю тогда, когда мне удобно. И я тут же могу писать свои комментарии и, допустим, какие-то ставить оценки. Точно так же Настя, допустим, эти пробы передала кастинг-директору, второму режиссёру, не знаю, сценаристу, самому главному продюсеру, продюсеру телеканала. То есть всем, кто принимает решения на проекте, да. И у нас там происходит прям целое обсуждение. Например, роль антагониста Джеймса Бонди, Богдан Бонюк. И мы пишем, о, ну неплохо, надо бы его ещё попробовать там переодеть. Или, ой, ну вы знаете, на эту роль, наверное, он не годится, но можно дать ему роль там папы девушки Бонда. Вот. И классная коммуникационная площадка. Эта вся информация не тонет в переписках, в каких-то там бумажках, листочках, пометках. Всё в одном месте. Порядок, красота, гармония. И ты можешь бесконечно долго сохранять эти пробы за небольшую подписку. Давайте же ещё скажем, что весь этот проект существует в двух ипостасях. С одной стороны, это сайт, в котором, собственно, есть вот эта вся база, все эти инструменты, всё о том, о чём вы сейчас сказали. А с другой стороны, это приложение, которое работает для актёров, и которые могут его использовать для того, чтобы записать самопробы и отправить их тому кастинг-директору, которому он хочет его править, и быть уверенным, что кастинг-директор его получит и не потеряет в почте среди миллиона других писем. Мы также разместим промо-код, который даст возможность всем нашим слушателям, кто подпишется на этот ресурс до конца года, получить 50% скидки. Все детали по ссылке. Если подкастам реально повезло, то полный метром, да, фильмы, которые показывают в кинотеатрах, ну, это вот прям не их год, чего уж там говорить. Времями вина и слёз это как раз про них. Мне интересно, вот скажите, девочки, вы вот за время, там, скажем, первого нашего карантина с марта месяца, вы ходили в кинотеатры? Я была на фильме «Тенет», вот в этом зале, там, где официант приходит и постоянно мешает. Зал для мажора. Да, зал для мажора, в том, где расстояние огромное, ты никого не боишься. Вот там я посмотрела фильм «Тенет», и была я на фильме «Атлантида», в Жовтне, тоже нас было там немного, было почти так же безопасно, как в зале для мажоров, но официанты не ходили. Я была в первый уикенд после открытия кинотеатров, ну, вот тогда, после первого локдауна. Это было, конечно, незабываемое впечатление, потому что это абсолютно пустой кинотеатр. То есть не то, что ты сидишь в пустом зале, а ты пришёл в пустой кинотеатр, там нет людей вообще. И все сотрудники вот везде, на каждом этапе, да, там на кассе, в баре, на входе в зал, везде-везде, все сотрудники в масках, надетых на нос, а не под нос. И это прямо ключевое вообще было на тот момент, потому что тогда ещё никто не научился носить маски правильно. Ты сказала про пустые кинотеатры, а я вдруг вспомнила, это же была самая большая мечта, которая только могла быть. Я не знаю, случалось ли у вас попасть в кинотеатр, в зал, когда нет никого. Со мной это случилось дважды, я прямо как сейчас помню. Один это был какой-то район кинотеатр, где-то какой-то кадр, вот знаете, есть такие маленькие кинотеатры, где-то там в Дарнице. Я помню, что мы пошли смотреть «Мужчина и женщина». Понятно, что больше желающих в принципе не было. Это какой-то был спецпоказ. Я точно помню, что нас было двое, и это какое-то ощущение, что вот теперь как будто ты можешь сделать всё то, что обычно тебе в кинотеатре запрещают. Ты была с мужчиной? Я, по-моему, была с подружкой. У меня не было ощущения вседозволенности, но у меня было ощущение, что вот, это всё для меня, наконец-то. Я просто центр мира для всех этих людей, потому что они ждут публику, а публика же не пришла. Сборы кинотеатров после того, как они открылись после Локдауна, упали в три раза. Была точка всплеска Тотена, когда реально люди пришли, и всё было хорошо. Но до этого и после этого всё очень грустно. Люди не пришли. А люди, идите в кинотеатры, там всё для вас. Люди, пожалуйста, идите в кинотеатры. Что мы без кинотеатров будем делать? Да, и вот же объявили уже, по-моему, официальная информация, в какие даты будет карантин, да, они уже известны. С 8 января, и это, с одной стороны, плохо, ну, карантин, в принципе, для кинотеатров, для кинопрокатного бизнеса, это плохо, но, с другой стороны, это хорошо, потому что из всех вариантов, когда можно было сделать этот карантин, вот эти даты, после всех зимних праздников, это самый оптимальный вариант. Почему? Потому что у нас с вами есть возможность походить в кинотеатр, вот, в то время, когда, ну, будет, пожалуй, одна из самых громких премьер года международных, да, это фильм «Чудо-женщина», который выходит 16 декабря, и будет ожидаемая украинская премьера, это фильм «Бесславный Крипокей», который стартует 31 декабря, и нам очень важно сходить на эти фильмы, потому что, если за вот этот вот, ну, там, меньше месяца, да, месяц оставшийся до карантина, кинотеатры нормально заработают, это поможет им потом пережить вот этот вот период повторного локдауна, потому что иначе они не выживут. Все запасы жира, которые, даже если они и были, они все были израсходованы еще весной, поэтому нужно это понимать, и давайте, пожалуйста, поддержим кинотеатры, ну, действительно, куда мы без них? Давайте поговорим какие-то своих самых ярких киновпечатлений этого года. Я поделюсь, мне посчастливилось, это было еще до карантина, в феврале, последний берлинский кинофестиваль, еще все вместе как-то фестивалили, сообща, и казалось это, что с нами этот карантин в жизни не произойдет. И на берлинском кинофестивале мне посчастливилось попасть на, думаю, что это была европейская премьера фильмы Иры Тилы, Земля, Блокитна, Нибэппельсин. Нам посчастливилось взять билеты, потому что очень часто твоей аккредитации недостаточно, ее нужно подкрепить вот этим вот талончиком, который нужно отдать на входе. И я была удивлена, что премьера состоялась в огромнейшем зале, то есть этот зал был больше 500 человек, и это был абсолютный аншлаг, то есть все буквально было занято. И я помню, что мы начинаем смотреть, вот я чувствую, как у меня колотится сердце, я прямо уже понимаю, что вот-вот уже мокрые глаза, мокрые щеки. И помню, фильм заканчивается, я смотрю на свою коллегу Надю, и она в точно таком же состоянии, и после этого начинаются какие-то безумные овации. И вот эти овации были, наверное, минут 10-15. И дальше Ира вышла на сцену, она была вместе со своим продюсером из одной из героинь этого фильма, и это был какой-то такой восторг со стороны зала, и я понимала, что на самом деле это не только аккредитовано, не только фестивальная публика, что билеты точно так же могли купить и обычные жители, и в принципе, ну, 500 человек, еще же параллельно тут программы, это явно не только были там журналисты и киноведы, и это был такой теплый, такой классный прием, и я помню, когда Ира, она вышла на сцену, она, надо сказать, такая очень тендитная девочка, такой какая-то девочка-подросток, и она как-то так легко и как-то уверенно отвечала на вопросы на английском языке, и я вам скажу честно, у меня в этом момент было какое-то чувство ну, невероятной гордости, вот, гордости за Иру, гордость за наше кино, как бы не гордости за то, что происходит в нашей стране, но у Иры чем мне нравится ее фильм, тому, чем есть эта добрая человеческая интонация. Я могу сказать, что я за этот год просто, из-за того, что выходило мало фильмов и было ощущение, что мы пересмотрели уже ну, просто с мужем все классное кино, которое существует в мире, у нас была такая ревизия каких-то там режиссеров, которых мы не досмотрели, все, и я со своей ужасной памяти устала запоминать и вспоминать любимых режиссеров в момент, когда их нужно вспомнить, я придумала для себя тему, что у трех моих любимых режиссеров одна фамилия Андерсон, что три моих любимых режиссера это три режиссера Андерсона, и у них имена очень короткие, Вест, Пол и Рой Андерсон. Благодарим издание МВР, давайте назовем этих людей, кто в какой-то мере есть с авторами нашего подкаста, это композитор Михаил Олейник, дизайнер обложки Андрей Эймс, очень талантливый художник, я им до сих пор бутылку шампанка решу. Похоже, мы ее выпили только что. Спасибо нашему билередактору Андрею Полищуку за то, что он не останавливается в креативе. Мы благодарим нашего звукорежиссера Александра Ельчева, приятно видеть везде своих коллег. Мы благодарим нашего постоянного звукорежиссера Рому Гоменюка за то, что он свел для нас все предыдущие подкасты. Ему я тоже должна бутылку Рома. Поблагодарим давайте нашу постоянную слушательницу, которая всегда охотно делится отзывами и пишет нам комментарии. Хорошие. Хорошие комментарии. Анну Елисееву, Анечка. Анечка, спасибо тебе, что ты с нами. Твою поддержку мы вот постоянно ощущаем. И отдельно за помощь, да, что там за помощь, за организацию этого выпуска. Благодарим человека, без которого этот выпуск бы не состоялся. Да, это наш большой друг и наш коллега Сергей Демидов. Сережа, спасибо тебе большое. И тоже, кстати, наш постоянный слушатель, который критикует нас заслуженно. Он говорит, девочки, давайте меньше о личном, поэтому весь финальный выпуск мы несли что-то такое личное. И надеемся услышаться в следующем сезоне, а может быть даже нам получится и мы организуем этот клифф Хангер. Постфакт. Мы не прощаемся, говорим вам до свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok